Полезный город Наверное, его еще предстоит большому количеству семей и россиян Мы сегодня будем обсуждать возможности материнского капитала При улучшении жилищных условий У нас в гостях юрист кредитно-потребительского кооператива «Инвестцентр» Елена Орлова Здравствуйте Добрый день Размер материнского капитала сейчас в стране 483, почти 4000 рублей Большая достаточно сумма Хочется поговорить о том, каким образом можно ее использовать Для того, чтобы купить первое, наконец, жилье Или улучшить возможности проживания по сравнению с тем, что есть сейчас Давайте про законодательство поговорим Какую недвижимость с помощью такого большого ресурса от государства Можно приобрести сейчас? Какую нельзя? Ну, давайте начнем, наверное, с того, что на сегодняшний день сумма, которую вы озвучили, 483 тысячи Это сумма, которая выделяется при рождении первого малыша При рождении второго сумма материнского семейного капитала составляет 639 тысячи Ну, с копейками 431, 83 копейки Потратить данное денежное средство мы можем на покупку готового жилья На покупку новостроек На первоначальный взнос по ипотеке И на строительство дома Если мы говорим с вами о приобретении готового жилья То сюда подпадает любой вторичный объект В том числе жилые помещения комнаты, которые могут быть юридически оформлены быть как жилые помещения комнаты с учетными номерами И доли в квартире, то есть право в общей долевой собственности, которое соответствует жилому помещению То есть я правильно понимаю, что нет видов жилья, которые нельзя приобрести с помощью материнского капитала? Опять же, если, допустим, мы вернемся, заострим внимание на общей долевой собственности Доля, если она это просто доля в квартире, которая не соответствует жилому помещению, то приобрести нельзя Если вернуться к суммам, первого ребенка почти 484 тысячи рублей сейчас дает государство Но производятся индексации, да, ведь мы там уже ждем, наверное, на следующий год другие совершенно цифры На самом деле сама программа материнского семейного капитала с 2007 года проиндексирован был в 2020 материнский семейный капитал на 3,7%, если я не ошибаюсь Теперь по постановлениям правительства регламентирована индексация материнского семейного капитала каждый год На какой процент примерно? По-моему, 3,7 Те же 3,7? Да, ну, конечно, индексация, она не успевает за инфляцией, поэтому, если семья задачилась вопросом улучшения жилищных условий Откладывать из-за того, что, допустим, давай подождем следующего года, может быть, там цены изменятся Материнский семейный капитал вырастет максимально, мы с тобой сможем использовать его для приобретения более лучших условий Я думаю, что все-таки такими доводами Лучше не руководствоваться, да? Да, не руководствоваться лучше, то есть, если есть на сегодняшний день возможность и желание, нужно действовать здесь и сейчас Мы вам только в помощь, поэтому приходите, обращайтесь, по любому вопросу проконсультируем, поможем Бывают очень сложные ситуации, бывают очень легкие ситуации, которые прямо вот сегодня документы представили, завтра вышли на сделку Бывают и такое Такой вот тоже вопрос возник, если первый и второй с небольшим перерывом родились в нашей семье, то это получается есть больше миллиона рублей Тут нужно смотреть именно исходя из даты рождения детей То есть, если до 2020 года ребенок родился первый, воспользовались средствами МСК, то вот это как раз разница между рождением первым и вторым по суммам 639-483, там порядка 150 тысяч Вот этой вот суммой могут они воспользоваться Ну и, соответственно, если второй появился после 2020 года, 1 января 2020 года, то сумма состоит в 639-431-83, если семья не пользовалась до этого момента выплатой семейного капитала Вот если вернуться к вариантам подбора жилья, ограничены ли семьи рамками региона, в котором они проживают? Нет, абсолютно не ограничены 256-й федеральный закон, приобретаться жилье может на территории Российской Федерации Что касается качества жилья? Ну, одно самое главное условие, которое предъявляется к любому объекту недвижимости, это пригодность для проживания То есть, мы должны понимать, что когда семья улучшает жилищные условия, то есть, то жилье должно быть пригодно То есть, должны быть все центральные коммуникации, мы смотрим степень износа дома, ветхость его, аварийность В какой инфраструктуре расположен территориально непосредственно сам объект недвижимости То есть, рядом должна быть социальная инфраструктура, садики, больницы, поликлиники, школы, транспортная инфраструктура, остановки То есть, что семья может добраться до местонахождения любого социального объекта Есть еще мнение о том, что нужно ждать какой-то срок после получения материнского капитала Или достижения ребенком трех, где-то по разным слухам, пяти лет, чтобы этими деньгами воспользоваться Именно в части улучшения жилищных условий Как на самом деле? На самом деле, опять же, если мы возвратимся к 256-му федеральному закону То распорядиться средствами материнского семейного капитала без привлечения кредитных заемных денежных средств Семья может после наступления ребенку трех лет Если же все-таки семья планирует улучшение жилищных условий практически сразу же после рождения малыша То есть до наступления ребенку трех лет То в данном случае они могут направить денежные средства на улучшение жилищных условий Путем приобретения жилого помещения с использованием заемных денежных средств Это может быть как кредитные средства банков, так и кредитные средства кредитных потребительских кооперативов Кооперативов, которые существуют более трех лет То есть не каждый еще кредитно-потребительский кооператив имеет право заниматься данным направлением деятельности То есть если без заемных средств ждем три года Если хотим раньше, оформляем какие-то займы И их гасим с помощью вот этого материнского капитала прямо сразу Да, фактически да То есть получается, если кредитуются через банк Либо уже существует какая-то ипотечная программа По которой ранее был приобретен объект Семья может направить на огошение уже существующей ипотеки В таком случае семья обращается непосредственно в банк-заимодавец И пишет заявление о распоряжении средствами материнского и семейного капитала Непосредственно в банке, который потом направляется в пенсионный фонд И пенсионный фонд гасит денежные средства, направляет их на счет вот этой ипотеки существующей Если мы говорим о кредитно-потребительских кооперативах То здесь аналогичная схема Приобретается определенное жилье с использованием заемных денежных средств Направленных непосредственно на улучшение жилищных условий То есть с целевым использованием на приобретение какого-то объекта недвижимости Как только регистрироваться переход права на семью, на всех членов семьи Либо на родителей Направляется точно так же непосредственно уже родителями, мамой В данном случае заявление в пенсионный фонд О распоряжении средствами материнского и семейного капитала И по мере его рассмотрения денежное средство Перечисляется на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива Интересный нюанс, что кооператив должен заниматься этим в течение трех лет Существовать вообще? Существовать, да Скажите, как давно у вас можно получить такие услуги? Мы работаем достаточно давно А данным направлением занимаемся не только на территории Кировской области и города Кирова У нас есть офисы в Смоленске У нас есть офисы в Севастополе У нас есть офисы в Сыктывкаре То есть непосредственно направлением данным Выдачей займов для использования В дальнейшем для гашения средств материнского и семейного капитала И для использования их на улучшение жилищных условий Мы предоставляем в местах нахождения своих офисов Бывают какие-то частные случаи? Или все, что касается ипотеки и жилья Это вам понятные, стандартные, каждый раз истории? Каждый договор займа, каждая проведенная сделка – это частный случай Нет одинакового, нет идентичного Точно так же, как и документы оборот по каждой сделке Поэтому сказать, что они все одинаковые, однако другой идентичны – такого, конечно, нет Правильно я понимаю, что включается кооператив или кредитная организация в этот процесс Уже когда выбран какой-то и приобретен вариант жилья? Или как это происходит? Как это происходит на практике? К нам обращаются уже непосредственно с подобранными вариантами объектов недвижимости И предоставляют необходимый пакет документов непосредственно по объекту приобретения И пакет документов по заемщику Вы проверяете как-то сам объект и заемщик? Да, естественно, мы кредитоспособность проверяем заемщиков и сам объект проверяем Именно на пригодность для проживания, на наличие и отсутствие обременений Насколько мы можем действительно быть уверены в том, что данный объект подходит для использования его средств под материнский семейный капитал Потому что когда подают непосредственно заявление в пенсионный фонд в дальнейшем о распоряжении средств материнского семейного капитала Пенсионный фонд точно так же проверяет все этапы То есть и самого заемщика, и непосредственно сам объект То есть его историю этого объекта Или какие-то обременения Пригон на день для проживания Относится ли этот объект к аварийному, либо ветхому И, соответственно, сам пенсионный фонд проверяет непосредственно заемщика мамы То есть здесь в первую очередь нужно говорить о том, что родители, конкретно мама, допустим Не должна быть лишена родительских прав, либо ограничена в родительских правах Либо происходит процедура отобрания ребенка у нее, да Поскольку данными средствами материнского семейного капитала она автоматически не может пользоваться Если данная процедура есть Приходилось ли вам отказывать кому-то, может быть? Ну, сказать, что их много таких случаев, не скажу, но есть отказы Мы должны понимать, что действительно направлено, во-первых, на улучшение жилищных условий Мы должны видеть, что стоимость данного объекта, она равна рыночной стоимости, не завышена Если мы говорим о том, что это, допустим, проверка заемщика, да То проверяем его то, что мамочка у нас не лишена А дальше мы проверяем кредитоспособность Мы смотрим наличие исполнительных производств, таких вот финансовых недочетов Есть ряд клиентов, у которых, допустим, испорченная кредитная история, да Естественно, мы таких клиентов рассматриваем Если это не злостные какие-то должники, не в системе это у них То мы таких клиентов рассматриваем И сделки с такими клиентами мы проводим Потому что мы действительно видим, допустим, что имело место быть в каком-то 2010-м лохматом году, да А по факту на дворе там 2021-й И в принципе, допустим, за этот период у заемщика не наблюдалось никаких, так скажем, некрасивых ситуаций, да Поэтому мы можем и такие варианты рассмотреть В чем мы, в принципе, отличаемся от банков То есть придя в банк для того, чтобы получить ипотеку Должна быть идеальная кредитная история Придя в КПК, можно иметь какие-то хвостики небольшие И при этом получить заемное улучшение жилищных условий Вот, и хотела как раз посравнивать банки и КПК в этом плане Вы уже начали Как раз в моем личном понимании, я могу, наверное, ошибаться Существует в обществе больше доверия, наверное, банкам Потому что больше опыта общения и взаимодействия с такими структурами Какие-то есть еще отличия и плюсы обращения именно к потребительским кооперативам С кредитными заемными средствами для улучшения жилищных условий По сравнению с банком, возможно, какие-то минусы есть Ну, во-первых, как я уже озвучила, это более лояльное рассмотрение непосредственно самих заемщиков Это первый момент Второй момент, если мы, допустим, будем говорить о таком кредитном продукте Как предоставление займа на первоначальный взнос по ипотеке Скажем, может быть, год назад Банк изначально вот эту вот сумму МСК Он включал непосредственно в тело кредита Соответственно, ряд отсюда требований Это озвышенное подтверждение своего дохода То есть ты кредитуешься на большую сумму С учетом именно средств материнского и семейного капитала При этом ты должен иметь свой первоначальный взнос В виде наличных денежных средств, которые ты передашь продавцу объекта недвижимости Ну, естественно, все затратные части, они немножко увеличивались Из-за того, что само кредитное тело, оно было больше Именно на сумму средств МСК В дальнейшем после перехода права, после регистрации сделки Подавалось точно так же заявление в пенсионный фонд И впоследствии, там, в течение, допустим, месяца либо двух Перечислялись денежные средства Сейчас у нас сроки рассмотрения именно обращения граждан в пенсионный фонд Уменьшились по распоряжению средств материнского и семейного капитала На сегодняшний день пенсионный фонд должен рассматривать В течение 10 дней данное заявление Ранее этот срок был в течение месяца с момента обращения Как правило, часто заемщики попадали именно на то, что они в течение двух месяцев Вот этот взнос процента, который они уплачивали в банк Он был выше именно на сумму материнского и семейного капитала А что касается различных программ государственных по льготной ипотеке Участвуют ли в них кредитно-потребительские кооперативы? Это в рамках деятельности банков Если нет денежных средств на первоначальный взнос Либо по какой-то причине, допустим, у банка нет такой функции Заемщик может обратиться к нам, получить заем на первоначальный взнос для ипотеки В рамках средств материнского и семейного капитала И направить его на первоначальный взнос по ипотеке И в дальнейшем приобрести непосредственно квартиру с использованием средств и наших заемных, и ипотечных То есть, если вы не очень уверены в своей кредитной истории Если наличных денег на первоначальный взнос нет, а с банками, с ипотечными программами все это надо То выбор КПК это прям ваш Да, в принципе, можно к нам обратиться Мы точно так же проверим платежеспособность Мы проверяем непосредственно кредитоспособность То есть, можем мы этому человеку выдать этот займ или нет Еще раз повторюсь, если это злофно-систематично То, конечно, мы тоже выдавать займы таким лицам не будем Да, и еще раз я хотела бы проговорить, что сам объект вы проверяете Потому что, когда ты обращаешься в банк, кажется, что он там за тебя Чистоту квартиры, чистоту сделки берет на себя КПК то же самое сделает Да, у нас также точно есть отдел андерайтинга Который непосредственно проверяет сам объект Точно так же у нас нашими силами делается катооценочная компания По каждой квартире проходит определенные отчеты об оценке Изучаем непосредственно сам объект недвижимости Исходя из представленных правоустанавливающих документов Проверяем его в Росреестре И вообще историю объекта просматриваем То есть, участвовали до этого объект в приобретении Где использовались средства материнского и семейного капитала Это тоже один из таких нюансов на сегодняшний день То есть, непосредственно вообще семейный материнский капитал Он выдается на всех членов семьи Соответственно, если заключается, допустим, договор займа Либо с кредитно-потребительским кооперативом Либо ипотечный договор Там же выступают только супруги И в дальнейшем, после того, как они гасят займ либо ипотеку И снимается обременение с данного объекта Они обязаны выделить доли своим детям В жилом помещении должны быть доли у всех членов семьи Дальнейшая продажа данного объекта Она возможна только с привлечением органов пеки и попечительства Где будет проверяться намерение улучшать в дальнейшем Жилищные условия данной семьи То есть, дети не должны быть обделены правом Непосредственно на жилое помещение Которого, допустим, если они продают Они должны встречно приобрести какой-то вариант Где жилищные условия детей не могут быть ухудшены Напомню, что у нас сегодня юрист кредитно-потребительского кооператива Инвест-центра Елена Орлова Разбираемся в тонкостях, малоизвестных, наверное, тем, кто не сталкивался с ипотекой и с материнским капиталом Мой вопрос следующий Какие-то дополнительные услуги Вот, в частности, юридическая консультация Которую мы прямо сейчас с вами даем всем заинтересованным лицам При обращении в инвест-центр Можно получить семье? Наш кредитно-потребительский кооператив есть во всех социальных сетях Мы давно существуем на данном рынке Обратиться к нам можно как и по контактным телефонам Так и в социальной сети Мы всегда проконсультируем наши специалисты Открыто для всех обратившихся к нам граждан Мамочек, которые хотят улучшить жилищные условия Поэтому никого мы без внимания не оставляем Если есть такая необходимость Допустим, бывает так, что приводят непосредственно какие-то риелторские компании клиентов Если к нам мамочка самостоятельно обратилась Мы, конечно же, помогаем, участвуем непосредственно Консультируем в сборе документов, необходимых для нас Поясняем, куда нужно, что сделать Если есть необходимость, мы записываем их Чтобы они получали необходимые документы Либо какие-то консультации Поэтому всё в режиме человечном Да, всё для мамочек Давайте поговорим про ваш опыт Про кировчан, кировчанок Среднестатистическое по вашему опыту Квартира, которую приобретают Которую выбирают кировчане Что им не нравится, что нравится в жилье Среднестатистического я вам, наверное, не скажу Очень много сделок проходит таких Когда мамы, либо семьи полные Они приобретают первое своё жильё Поэтому там, на что хватает денежных средств Они то и приобретают У кого-то есть жильё Они просто улучшают, приобретая, допустим, какие-то дополнительные жилые помещения Кто-то расширяется, увеличивает жилую площадь Была однокомнатная, родился второй ребёнок Пошли, купили двух- или трёхкомнатный объект Поэтому, опять же, как нет одинаковой сделки Чисто юридической, так и нет одинаковых сделок Именно с использованием материнского и семейного капитала Кто-то приходит и говорит Допустим, у нас есть построенный дом на земельном участке уже И нам не хватает денежных средств Им непосредственно для проведения отделки данного дома Для подключения к коммуникации И они хотят использовать данные денежные средства на строительство дома Поскольку объект ещё не введён в эксплуатацию Он не сдан Он рассматривается как объект строительства Такие сделки мы тоже кредитуем Поскольку такое направление в рамках 256-го федерального закона есть То есть мы проверяем, опять же, объект у нас земельный участок На котором возведён данное жилое строение И непосредственно сам объект, который возведён Мы выезжаем и проверяем Данные денежные средства Они используются, допустим, на какие-то внутренние отделки На подведение коммуникаций На бурение скважин и так далее Мне кажется, мы сегодня с вами источник лайфхаков каких-то Или открытий для многих На самом деле, очень многие на сегодняшний день Как бы это дико ни звучало Не понимают, на что можно направить материнский семейный капитал То есть у нас везде звучит улучшение жилищных условий Некоторые понимают на ремонт А вы знаете, у нас вот есть дом Мы хотим в нём ремонт сделать Ребята, это уже не на строительство Это уже реконструкция Или, допустим, достроить его Это уже реконструкция То есть по вопросам реконструкции Это непосредственно только с пенсионным фондом Вам тут кредитно-потребительский кооператив никак не поможет Поэтому очень много нюансов И вот основные направления, как я уже ранее говорила Это покупка готового жилья, в том числе жилых помещений, комнат Это приобретение объекта недвижимости на первичном рынке Заключение договоров долевого участия Переуступки права требования Это строительство дома индивидуального И на первоначальный взнос по ипотеке Хотела ещё спросить про географию Вроде кажется, что молодая семья Вряд ли захочет покупать жильё в каком-то другом регионе Потому что если у тебя есть ребёнок И кто-то работает ещё для того, чтобы оплачивать ипотеку Вся инфраструктура нужна здесь Как она сложилась То есть не дёрнешься, чтобы жить в новом месте заново Права ли я или кировчане ещё куда-нибудь переехать, стремятся Как вот ваш опыт говорит Различные ситуации бывают Если у семьи на сегодняшний день существует намерение Допустим, переехать из города Кирова Допустим, в любой другой город И у них есть возможности приобретения Есть какие-то стартовые, суденежные средства И они используют материнский семейный капитал Для, так скажем, добавить до приобретения До полной стоимости То тогда, пожалуйста, мы же точно так же проверяем полностью объект То есть его пригодность, расположение инфраструктуры и так далее Мы смотрим, чтобы объект был пригоден Чтобы дети получали то, что планировало государство Выпуская данную вообще программу Чтобы наши дети, они жили в комфортных, красивых Хороших условиях Вот эти условия создавались не только, так скажем, родителями Непосредственно, но и государством Для этого и была создана вот эта вот национальная вообще программа Демография, в рамках которой существует и проект Вот эти 450 тысяч рублей при рождении Третьего и последующих детей Государственная субсидия 137-й федеральный закон Которая, к сожалению, очень долгое время не работала И сейчас я скажу, что она работает, наверное, на процентов на 10-15 Хотя фактически закон регламентирует деятельность до конца 22-го Но по займам, выданным до июля 23-го года То есть в основном могут воспользоваться только те люди Которые брали ипотеку уже на гашение существующего ипотечного займа А в этом году произошел ряд изменений По этой государственной субсидии Можно и направить на вновь приобретенные Какие-то объекты тоже в рамках кредитования Кредитно-потребительские кооперативы в апреле этого года Из данного федерального закона исключили То есть это только либо уполномоченные при Доме РФ Здесь оператором данной субсидии является Дом РФ непосредственно Не пенсионный фонд, как мы говорим, при материнском семейном капитале А Дом РФ То есть, как правило, это все-таки ипотечные кредиты банков Если говорить все-таки про КПК Про КПК-инвест-центр в частности Какие нужны документы и что в себе нужно оценить Для того, чтобы обратиться уже к вам за помощью Вообще стандартный пакет документов Что по ипотечным кредитам банковским Что по кредитам непосредственно Кредитного потребительского кооператива Потому что стандарт это один Паспорта, СНИЛСы, свидетельство о рождении детей Непосредственно сам сертификат материнского семейного капитала И справка об остатке средств Что касаемо объекта То здесь мы проверяем правоустанавливающие документы Соответственно их фотографии данного объекта Паспорт продавца Если есть какая-то техническая документация Но мы ее очень редко запрашиваем Только по тем сделкам, где приобретаются, допустим, комнаты Потому что они такие достаточно спорные бывают И по домам С вашей стороны как быстро решение принимается? В течение дня В течение дня мы рассматриваем, выносим решение Отделы андерайтинга проверяют полностью Мы принимаем решение и сообщаем об этом клиентам Куда обратиться можно в инвестоцентр в Кирове? Октябрьский проспект 84 У нас есть несколько дополнительных офисов Проспект строителей 9 Октябрьский проспект 4 Филиалы в Юрье И в Белой Холунице Ну и лучше начать, наверное, с сайта посмотреть Да, наша информация есть и на сайтах Есть в ВКонтакте, есть в Инстаграме Нас очень легко найти Если нужен какой-то конкретный перечень документов Либо понимание самого хода сделки Алгоритм Там все представлено Если есть вопросы, там есть контакты К нам можно позвонить по телефону В Вайбере, Витсапе написать Обратиться непосредственно через сообщение Через сайт ВКонтакте Мы ответим в ближайшие, допустим, полчаса Наши специалисты полностью проконсультируют Если необходимо, выйдем домой, проконсультируем Поможем по документам без проблем На самом деле покупка жилья не так страшна, как она представляется Многим, кто этим не пытался заниматься Главное начать и обратиться к нужным людям Да, я думаю, что главное для себя сформировать Какое жилье они хотят видеть для себя и для своих детей Исходя из своей финансовой возможности В следующий этап это подобрать данный вариант А потом определиться все-таки, куда вы Либо в кредитно-потребительский кооператив, либо в банк Спасибо, у нас сегодня была юрист кредитно-потребительского кооператива «Инвестцентр» Елена Орлова Благодарю